15 августа 1990 года на двадцать девятом году жизни в автомобильной аварии погиб лидер группы кино. Его творческое наследие продолжает волновать поклонников, о чем можно догадаться по красноречивой надписи «Цой жив» и популярность клибов на ютубе с участием ушедшей легенды. Многих поклонников интересует у судьбы Александра Цоя, единственного наследника знаменитости. Как выглядит и чем занимается сын Виктора Цоя смотрите в этом видео, не переключайтесь. Виктора Цоя не стало, когда его сыну Александру исполнилось пять лет. Лишь по счастливой случайности он не оказался 15 августа в машине с отцом. По воспоминаниям матери Марьяны Цой, ребенок долгое время не мог смириться с утратой и просматривал выступления отца по телевидению с фразой «Это мой папа». Именно в этом возрасте состоялся творческий дебют Александра Цоя. Он стал писать стихи, а рифмы ему надиктовал Баби Крок – мифическое существо из галактики, где живет отец. После смерти Виктора его жена и мать Валентина Васильевна сблизились. Бабушка рассказывала, как воспитывала сына. Этот опыт переняла мама Александра. Марьяна смогла оградить ребенка от навязчивых журналистов и добилась передачи авторских прав песен группы кино «Наследнику». В детстве Александр был молчуном, что, по мнению Роберта Цоя, отца знаменитости, передалось по крови. Таким же был и сам кумир в годы становления личности. Наследник звезды закончил школу экстерном, а в 15 лет попросил мать купить гитару. Марьяна отговаривала, но гены оказались сильнее опасения остаться в тени великого отца. В 2005 году от онкологического заболевания скончалась супруга Виктора Цоя, Марьяна Родованская. Но самостоятельность Цоя-младший проявил раньше, в 2001 году. В 16 лет он переехал из Санкт-Петербурга в Москву и занялся веб-дизайном и английским языком. Вторая жена Виктора, Наталья Разлогова, помогла молодому человеку устроиться на первый канал редактором. Столичная жизнь быстро наскучила, и Александр перебрался в Санкт-Петербург, где занялся дизайном. Поговаривают, что мать Александра взяла с него обещание не давать интервью. Однако Цоя-младший все же прервал молчание и выступил, чтобы рассказать правду. По словам наследника, он задал себе высокую планку в жизни. «Так как отец, делать не могу, а хуже не хочу», признался Александр, который лишь к 25 годам понял, что он тоже личность, имеющая право на отдельную жизнь. А со звездной частью биографии он научился жить. Взяв псевдоним Молчанов, Александр сначала выступал как гитарист группы «Пара Белн», а затем создал собственный проект «Ронин», и уже в 2017 году выпустил мини-альбом. Чем занимается сейчас сын легенды 90-х, однозначно сказать сложно. В жизни мужчины есть место музыке и песням, которые пишет в одиночестве. Он организовывал концерты и стал соучредителем ночного клуба, трудится в направлении коммерческого дизайна, разрабатывая графический облик альбома. А еще он нештатный колумбист информационного канала RT на русском. В списке увлечений и рок-ребенка – страсть к мотоциклам. А судя по фото в инстаграме, тело высокого статного красавца украшено татуировками. К 35 годам Александр, кажется, и сам верит, что Цой жив. В начале августа звездный наследник сделал заявление, что согласно которому кавер-группам запрещено исполнять композиции легендарного отца. Точной причины он не указал. Однако, по неподтвержденным данным, это может быть связано с новым проектом, который возрождает группа кино. По слухам, сын Виктора Цоя поддерживает проект «Симфоническое кино», где музыкант Юрий Каспарян играет инструментальные композиции группы. Сын Цоя предложил оцифровать голос отца и сыграть в 2020 году концерт, сопровождая его рисунками легенды 90-х. Мотивация Александра оказалась ностальгической. В детстве ему так и не удалось попасть на концерт отца, и сейчас Цой-младший пытается навыстать упущенное. Современные версии хитов группы кино уже можно найти на ютюбе. А личную жизнь Александр Цой тщательно оберегает от прессы. На странице в инстаграме нет даже упоминания о семье. Известно, что в 2010 году сын Виктора Цоя женился на Елене Осокиной, а в 2012 году у пары появилась дочь. Бабушка Александра Валентина Васильевна ушла из жизни в 2009 году. Роберт Максимович не сообщил дату похорон внуку. С тех пор внук с дедом не разговаривает. О жизни наследника Роберт Максимович узнает из прессы. О том, что стал уже прадедом, знает, но верит с трудом. К способностям Александра Цой относится скептически и не считает, что наследник перенял от отца талант хоть в какой-то мере. К слову, масштабы популярности кумира 90-х отец сумел оценить только после его смерти и считает феноменом появления фанатов, которые познакомились с творчеством группы кино уже в новом тысячелетии. А вот сын Виктора Цоя об отце говорит с упоением, а о деде в интервью помалкивает. Больше касаясь тем музыкального искусства. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok